Встречу со студенческим активом Нижне-Тагильского технологического института глава города Владислав Пинаев начал со слов «Задавайте вопросы на любые темы». Такое предложение собравшиеся оценили и на протяжении полутора часов спрашивали мэра буквально обо всём. Как победить гендерное неравенство при устройстве на работу? Будет ли участвовать Владислав Юрьевич в майском велопробеге? Что делает администрация Нижнего Тагила для того, чтобы молодёжь не уезжала из города? Я скажу вам, тут меч, может быть, крамольную отчасти, невозможно удержать эту миграцию. То есть в хорошем понимании миграцию невозможно. То есть мы не создадим все условия, какие бы то ни было. Я всегда думал, все уезжают в Екатеринбург. Нифига, 5% уезжает народный Екатеринбург, все разъезжаются по нашей стране. Что мы можем сделать? Улучшить жизнь в городе, комфортную городскую среду, уменьшить очереди в садике. Каким-то образом, так сказать, создать комфортные условия проживания с точки зрения мест общественных, общественных пространств, где можно было бы отдыхать. Это новые школы, это отремонтированные школы. Владислав Пинаев обратил внимание студентов, что в этом году будет отремонтировано 14 дорог. Началось строительство второй очереди набережной Тагильского пруда. Продолжается возведение моста. Для будущих инженеров мэр предложил организовать экскурсию на эту грандиозную стройку. Студенты металлургии спросили о судьбе завода-музея. Им, как будущим специалистам, интересно, с чего зарождалась металлургия. Но осмотреть старый Демидовский завод нет возможности. Будет ли реконструкция исторического объекта? Касаемо самого завода. В 2019 году, опять же, по решению Евгения Владимировича Пуйбышева, губернатора, деньги были выделены. Мы провели обследование. Провели обследование и, искренне говоря, ужаснулись чуть-чуть. На сегодняшний день хотели уже приступать к проектированию. На сегодняшний день надо приступать. Мы пока даже не знаем, каким образом составить тех заданий, чтобы полностью, до конца понять масштаб тех разрушений, которые... Они постепенно, они не то, что сейчас уже чреваты чем-то, но они неизбежны. Это укрепление. Перед тем надо сначала укрепить тело плотиной. То есть 8-метровый, 9-метровый столб воды, который стоит, а плотина является, опять же, объектом культурного наследия. Это плотина Демидовы в 1722 году. Значит, в 65-м году ее поставили, кто-то на эту плотину. Сейчас к ней требования уже просто так не подойдешь. Иначе вот одно за одно тянется, будет все вместе взятое. Над всеми этими процессами сейчас думаем, как работать. Тему не бросает. Но просто сейчас мы, по самом деле, пытаемся все это дело и сохранить, но для того, чтобы что-то начать делать и каким-то образом открыть его для посещений, надо, дабы не подвергнуть жизни, опять же, людей. То есть надо провести очень большую работу. Волнует студентов проблема квалификационного разрыва, то есть несоответствие знаний и навыков требованиям работодателя. Почему так происходит, внес ясность директор института Владислав Потанин. Допустим, вот пример. В раунг-гонзавод открылся современный цикл. Сегодня же требуют специалистов. Что такое подготовить специалистов? Там предприятия достаточно высокого возраста. Там и автоматизация, и программирование, и станки, и ЧПУ, и автоматизирование весь процесс. Но со своей стороны, то есть перед этим был другой заказ, у других специалистов. То есть и сегодня получается такая история, что иногда требования работодателя резко в определенный период времени меняются, и, соответственно, происходит вот этот профессиональный разрыв заказа. К сожалению, нет такой схемы, как прогнозирование на 5-10 лет вперед на предприятие. Выступили студенты из предложения. Традиционный институтский весенний бал перенести на городскую площадку, сделать его доступным для всех тагильчан. За саму идею я звали. То есть подумать, как ее сделать, это будет здорово, красиво, вечером. Когда драмтеатр будет включаться, все будет у нас, так сказать, гореть. Именно поздно вечером, где-то, мне кажется, по-другому, шикарно. Я предлагаю сделать, может быть, несколько номинаций. То есть это мы, взрослые, и молодежи. Сот сети здорово, короче говоря. Вязь поколений. А вы знаете, очень, потому что ребята танцуют классические танцы. То есть это не современные, а именно они поддерживают традицию, красоту, классику. Тут я бы сразу свою младшую дочь пригласил. Она у меня мастер спорта практически по спортивной баллии танцам. Об устройство каворкинга и площадки для дрифтинга. Чем молодежь может помочь городу? Как организовать студенческий форум в родном Нижнем Тагиле? Общение с мэром ограничивалось только временем. Я всегда с удовольствием встречаюсь. Тем более со студенческой аудиторией. На сегодня вопросы были заданы. Я рад, что у меня возможность была в очереди на них ответить. Вопросы интересные, вопросы тоже касающиеся жизни города, развития города, взаимодействия со студенчеством. Поэтому на самом деле я считаю, что эту тему надо продолжать. Не знаю, общение просто вызывает удовольствие. Человек хороший, сразу нашли общую волну, сразу понял суть вопросов студентов, про что нужно разговаривать, о чем говорить, что хотят узнать. Поэтому человек хороший, было приятно познакомиться с ним. Мне очень интересно показалась речь, во-первых, потому что он был очень открыт и пытался быть с нами на одной волне. Он пытался нас понять, что вполне меня устроило и радует даже в какой-то степени. Я рад, что он проявил возможность помочь во многих проблемах нашего института, города и так далее. Было бы хорошо, если бы он приехал еще раз, 15, и все вопросы, которые бы накопились за это время, мы бы с ним и проработали. Ну, мы, я имею в виду, весь наш институт.